Не так давно мы выпустили серию из трёх видео, которые рассказывали об истории игр Blizzard для ПК. Но одну игру, которая много лет спустя-таки просочилась в интернет, мы не упомянули. Сегодня мы расскажем об истории игры Warcraft Adventures, утерянной point-and-click-адвенчуры от Blizzard. Видео создано на основе статьи PC Gamer, ссылку на которую вы найдёте в описании. Впервые я увидел слова The World of Warcraft году эдак в 98-м. За долгие годы до того, как Blizzard ещё только начинали думать о создании массивной мультиплеерной RPG. К Вову эта фраза не относилась. Она рекламировала Warcraft Adventures, Lord of the Clans, point-and-click-адвенчуру. Игра должна была повторять озвучку и следовать событиям второго Warcraft'а. Один орк, взращённый людьми, которого взяли в жестокое рабство, стал последним символом чести Орды. Вот что было написано на одной странице буклета Warcraft Battle Chess. Играя за трала, вы должны будете объединить кланы и повести свой народ на битву. В этой ключевой главе эпического сражения между людьми и орками раскрывается целое новое измерение Warcraft'а. Меня это заинтриговало. Как оказалось, Warcraft Adventures не суждено было выйти в 98-м году, или даже в 99-м. В итоге, первая высокопрофильная, отменённая игра утекла в сеть в почти готовом состоянии в сентябре 2016 года, через 18 лет после запланированного релиза. И её путь к этому запоздаловому прибытию оказался очень странным и извилистым. В этом рассказе мы познакомимся с дизайнером текстовой адвенчуры Автостопом по галактике, русско-американской анимационной компанией, которая прославилась играми серии Zelda, адаптацией книги Кристи Голден, подводящей к третьему Warcraft'у, а также двумя отдельными русскими утечками, которые, наконец, показали миру почти готовую Warcraft Adventures. В середине 90-х Blizzard быстро переросли из незаметной студии с десятком человек в крупную компанию в игровой индустрии. Они продали свыше миллиона копий Warcraft 2, который вышел лишь годом позже после Warcraft Orcs and Humans. Это положило начало звёздной серии Blizzard и дало им возможность больше сосредоточиться на своих целях. Боб Фич, работавший над движком для Старкрафта, рассказал, что они думали делать лишь то, что им нравилось, а если это нравилось и другим, то это было бы просто замечательно. Это единственное, что их интересовало, и ни о каких деньгах речи не было. Они не пытались заработать на этом и не нацеливались на какую-то определённую аудиторию. Их целью было лишь весело провести время. Впрочем, такой настрой описывает общее направление Blizzard в те времена. Даже годы спустя, WoW появился из желания сделать более доступную ММО, чем EverQuest или Ultima Online конца 90-х. Это также объясняет, откуда взялся Warcraft Adventures. Они хотели расширить вселенную Warcraft'а, сделав что-нибудь нацеленное именно на сюжет. В Blizzard тогда было много народу, кому нравились классические адвенчуры LucasArts, и они надеялись, что смогут сделать что-нибудь в этом же роде. Идея заключалась в том, чтобы пересказать эпическую историю орка-героя, а также наполнить её юмором в стиле мрачного Warcraft'а. К тому же, в то время они работали над Старкрафтом, поэтому стратегия у них уже была. К тому времени Blizzard уже научились разрабатывать дизайн для проекта, например, дополнение ко второму Warcraft'у Beyond the Dark Portal, а также был опыт передачи разработки в другую студию. Для Warcraft Adventures сценарист Крис Мэтсон и продюсер Билл Роупер работали бок о бок над рассказом о Трале. Об орке, который жил в заключении у людей, прежде чем сбежал и объединил разрозненные кланы Орды. Близзард наняли студию анимации Animation Magic, чтобы они создали движок для point-and-click адвенчуры, и оживили её с помощью традиционного двухмерного селл-шейдинга. Хотя сама студия Animation Magic базировалась в Новой Англии, их студия анимации находилась в России, что представляло некоторые сложности. Во-первых, коммуникация. Близзард и раньше работали с третьими лицами, но им серьёзно мешал часовой пояс и языковой барьер. Во-вторых, качество. До Warcraft Adventures послужной список Animation Magic в играх вроде Zelda The Wand of Gamelon был не такой уж и впечатляющий. Рядом с играми Zelda под CD-i, Warcraft Adventures выглядит как настоящий шедевр. Анимация выглядит очень плавной и выразительной, более продуманной, чем ранняя работа Animation Magic, хотя всё-таки слегка напоминает ранние телевизионные мультсериалы. Тот год, что Warcraft Adventures находился в разработке, Близзард пристально контролировали качество анимации. Задержавшийся практически на два десятилетия, Warcraft Adventures выглядит как заурядная, посредственная и скучная point-and-click адвенчура. И это не только потому, что с тех пор выходили игры получше. Большинство ранних работ LucasArts, вроде The Secret of Monkey Island и Day of the Tentacle, имели более оригинальные головоломки и искорку юмора, который Warcraft Adventures попытался воссоздать, но тщетно. Вероятно, основная проблема – это значительное отличие игры от всей серии. Роупер говорил, что Warcraft Adventures выглядел устаревшим, если сравнивать с адвенчурами того времени. Но это ещё далеко не конец. Тогда они стремились перейти на 3D, потому игра уже отставала по графике. Но это было не единственной причиной, почему её отменили. Близзард уже прославились тем, что выпускают только высококачественные игры. Роупер присоединился к проекту спустя 9 месяцев с начала его разработки, и она была в самом разгаре. Головоломки и атмосфера были совсем не того качества, что фанаты ожидали бы от Warcraft'а. Роупер вспоминает головоломку, где Трал использовал один цветок, чтобы привлечь какое-то существо, которое он пытался поймать. Естественно, это было совершенно не то, чем должен был заниматься Орг-воин. В итоге им пришлось собрать совет директоров и вынести решение по исправлению. Они пригласили Стива Мерецки, одного из самых забавных и талантливых разработчиков адвенчур тех лет, чтобы он работал над разбором игры. Он делал адвенчуры и до современной графики, работая над такими текстовыми играми, как «Волшебник» и «Автостопом по галактике», вышедшие в 1984 году. К сожалению, у них были серьёзные ограничения по времени и бюджету. Как бы это удивительно ни звучало в отношении Близзард. Поэтому они старались использовать как можно больше из того, что уже было сделано. Близзард хотели знать, получится ли значительно улучшить игру без добавления новых звуков и с небольшими изменениями в рисовке и программном коде. Они целую неделю провели в Ирвене, прорабатывая различные версии по изменению игры с руководством проекта. На этих же встречах присутствовали и Билл Роупер, и Крис Мэтсон. Затем Мерецки вернулся домой и просмотрел различные изменения, на которых они сошлись. После нескольких недель работы в этих рамках, Стив и Роупер вместе составили дальнейшие планы по геймплею, а также новый сценарий и совершенно переработанный интерфейс. Всего Мерецкий участвовал в проекте около двух недель. Трудно говорить наверняка, но, похоже, именно эта версия утекла в сеть в сентябре, когда над ней уже успел поработать Мерецкий. Эти две недели повлекли за собой крупные изменения для Warcraft Adventures. И хотя после 18 лет Мерецкий плохо помнит подробности, но он припоминает, что пытался улучшить некоторые головоломки, чтобы они казались более честными и интересными. Его целью в проекте было придумать более понятные решения этих головоломок, в то время как Роупер, очевидно, был обеспокоен тем, чтобы игра лучше отражала стиль Варкрафта. Попытка переделать головоломки и сюжет без кучи новой анимации было, безусловно, задачей не из простых. С помощью Мерецки Близзард планировали переделать интерфейс и изменить пропорции игры. По его мнению, несмотря на их уклон к головоломкам, объем их изменений не смог бы превратить Warcraft Adventures в отличную игру. Он называл историю Тралла интересной и немного трогательной, а также хвалил его озвучку, в частности, Клэнси Брауна в роли Тралла. Возможность поближе рассмотреть персонажей, оружие и машины мира Warcraft, зайти в здание к мастеру полетов или в гоблинскую мастерскую – все это было очень впечатляюще. Однако рисовка была скорее проходной и уж точно невеликолепной. А их изменения сделали бы головоломки нормальными, но они бы никак не выделяли их среди всех остальных адвенчур 1997 года. Тем не менее, с потенциальным планом на улучшения, Близзард взяли незаконченные проекты на Е3. Это и был конец. Мерецки вспоминает, как ему позвонил Роупер сообщить новости. Они показали игру на Е3 доверенной группе лиц, и пришли к выводу, что до уровня Близзард ей еще очень далеко. Даже с теми улучшениями, которые они собирались сделать, выпускать такую игру было бы безответственно. У них было два выбора – либо вложить в игру в десятки раз больше средств, либо ее уничтожить. Они выбрали второе. Мерецки кажется правильным, что они отказались от релиза игры, хотя это, конечно, печально. Игра не была уровня ААА по качеству, которыми так славились Близзард. Для них решение оказалось непростым. Все-таки им нравились адвенчуры, и они сами хотели сделать такую игру, но вместо этого им пришлось погубить свое детище. В 2010 году один из забывателей русского форума по имени Андрей, известный как Мэн Байкер, выложил видео Warcraft Adventures на YouTube для посетителей русского игрового сайта Absolute Games. То видео было удалено, но в 2014 году он выложил новое, полное прохождение Warcraft Adventures с самого начала, где Трал находился в заточении, и до конца. Но неполная бета-версия игры не содержала видеороликов. Мэн Байкер рассказал, что получил свою копию Warcraft Adventures от своего коллеги 9 лет назад. Его коллегой был бывший разработчик игр, который сам не работал над Warcraft Adventures, но русская комьюнити разработчиков довольно сплоченная. Мэн Байкер делал видео своей версии игры, приоткрывая завесу тайны над проектом. Мы наконец узнали, как игра выглядела на самом деле. Но чтобы мы смогли сыграть в нее, нам потребовалось прождать еще два года, когда произошла еще одна утечка. В сентябре 2016-го пользователь по имени Рейдор загрузил почти готовую версию Warcraft Adventures, которой она была до того, как Blizzard решили обрубить концы. Согласно Рейдору, который заведует музыкальным фан-клубом Blizzard, игра совершенно случайно попала ему в руки. Он написал в своем фан-клубе и в соцсетях, что ищет музыку из Warcraft Adventures. Один из членов клуба любезно предоставил ему ссылку на скачивание, где лежал архив полной игры Warcraft Adventures Lord of the Clans со всеми видеороликами. Рейдор выложил Warcraft Adventures 9 сентября 2016-го года. Рейдор написал, что в сентябре ему позвонили из Blizzard, хотя где они узнали его домашний номер телефона остается загадкой. В течение двух дней Blizzard попросили его убрать ссылку и все копии игры с файла обменников. К тому времени, конечно, уже было слишком поздно. После этого случая ссылка на скачивание бета-версии Мэнбайкера также утекла в сеть. В Warcraft Adventures наконец появилась возможность сыграть. Роупер рассказывает, что программный код игры, утекший в сеть, является удивительным отрезком времени в истории разработки игр Blizzard. Однако это было совершенно не то направление в плане головоломок и сюжета, к которому они стремились. Несмотря на их любовь к этому жанру, Blizzard никогда и не думали разрабатывать еще один Point&Click Adventure, во всяком случае не для широкой аудитории. Возможно, была какая-то вероятность создания и других приключений по Варкрафту, однако это было бы возможно только если бы первая игра стала успешной. Они желали сделать некий плац, где они смогли бы представить многочисленные главы растущего мира Варкрафт. К счастью, таким посредником в сюжете оказался вышедший в свет World of Warcraft. Несмотря на свою преждевременную кончину, хорошие идеи из Lord of the Clans продолжают жить. Роупер и Мэтсон решили, что история Трала слишком хорошая, чтобы от нее отказываться. Тремя годами позже автор Кристи Голден написала роман, рассказывая историю восстания Трала, который объединил разрозненную и побежденную Орду. Впоследствии этот рассказ привел к его главной роли в третьем Варкрафте, а потом и к Вову. Отец Трала, Дуротан, также стал ключевой фигурой сюжета Варкрафта, а также главным героем в фильме 2016 года. Мало какие отмененные игры могут похвастаться таким влиянием, как Lord of the Clans. И в конечном счете, оказалось, что Трал был важнее самой игры. Как бы мне не хотелось увидеть Азерот вблизи и с мультяшной рисовкой, дымящегося смертокрыла и свиней с ракетными ранцами, это был не лучший вариант для развития популярного мира Blizzard. На этом история игры Warcraft Adventures заканчивается. Если вам понравилось видео, не забывайте поставить лайк и подписаться. Как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.